Катарский чемпионат завершился интереснейшим, безумным, величайшим финалом Триумфом сборной Аргентины и Лионеля Месси И у нас сегодня тоже свой финал, заключительный выпуск с чемпионата мира В этом видео мы узнаем, чем запомнится катарский мундиаль И чем он отличался от других, этот первый чемпионат мира в арабской стране Узнаем, что здесь сделали с этой безумной, оголившейся хорватской моделью Увидим самые колоритные стадионы Катара В том числе стадион, на котором Месси вершил историю, забивая голы Франции Найдем на трибуне Дэвида Бекхэма, поговорим с волонтерами чемпионата Узнаем, сколько им платят, откуда они едут И все это на фоне атмосферы большого праздника Но обо всем по порядку В прошлом выпуске, сравнивая чемпионаты мира в России и Катаре Из плюсов нынешнего мундиаля мы отмечали отличные, более современные стадионы Это флагман катарского чемпионата, стадион Лусаил Самый большой и один из самых красивых Увидел его даже на местных деньгах, на купюре в 10 реалов И здесь же состоялся этот самый захватывающий суперфинал в истории чемпионатов мира Аргентина, Франция Именно здесь получали золотые медали Месси и его команда С Амбапе вручили золотую бутсу Часто говорили о противостоянии Месси Рональду Но на этом чемпионате его вообще не было Месси просто затмил все и всех своей фигурой Многие именно после катара признали аргентинца величайшим футболистом в истории А вы согласны с этим? Напишите свое мнение в комментариях, кто лучший игрок за всю историю А также действительно ли Месси теперь однозначно круче Рональда И финал, был ли это лучший матч за всю историю чемпионатов Или кто-то может вспомнить более эпичную битву А так болели бразильские болельщики на этом стадионе Особенно захватывающим было побывать участникам этой волны, которую поднимали 90 тысяч человек Колоссально! А это уже Эльбайт, стадион построенный в форме шатра кочевников Тоже очень интересно, необычно смотрится Здесь прошла церемония открытия и первый матч чемпионата Куча правительственных машин стекается к этому матчу Видимо, все катарские государственные деятели будут на стадионе Просто берегица, членовозов едет, берсадесы и так далее Все с мигалками, все местные бандосы и чиновники будут на этом матче стопудово И не только перед церемонией открытия, но и перед каждым матчем у стадионов происходило целое шоу с песнями, танцами Перед матчем США-Англия вообще какой-то американский военно-полевой ля выступал Правда, зачем тут нужны были эти нато-гитаристы, я не совсем понял Может потому, что в Катаре большая военная американская база? Не знаю Побывать на чемпионате мира, да еще и в Катаре, совсем не дешевое удовольствие Как, впрочем, и любые поездки за границу А как было бы здорово создать капитал и жить, путешествовать на проценты с этого капитала Для этого надо иметь личный финансовый план и знать, что делать с деньгами Тем более сейчас, в очередной кризис, когда непонятно, что дальше будет Нужно действовать здесь и сейчас Посетите бесплатный мастер-класс Егора Арсланова Инвестора с 15-летним опытом, живущего на пассивный доход Его задача обучить вас сохранять и кратно приумножать ваши деньги пассивно Без вашего участия, чтобы в будущем вы могли жить на дивиденды своего капитала И обрести финансовую свободу А благодаря этому выбраться из долгов, даже если это миллионы Накапливать на крупные покупки Обеспечить финансовую защиту, чтобы быть готовым к любым неприятным моментам жизни Грамотно инвестировать свои деньги, уделяя ему всего 4 часа в год И так далее Все это возможно, даже если ваш семейный доход 30-40 тысяч рублей в месяц Бесплатный мастер-класс в описании под этим видео Регистрируйтесь А тем временем мы проходим на стадион И тут уровень безопасности такой же, как в аэропорту Досмотр личных вещей, рамки металлоискателей, все посерьезки Причем настолько, что у меня дважды пытались забрать на общее микрофон для айфона Мол, не положено Приходилось оба раза старшего искать и разруливать ситуацию Также из соображения безопасности Напитки здесь можно было купить только в пластике, не в стекле И после покупки продавец сам открывает и забирает крышку Бутылки с водой и с колой дают без горлышек Для того, чтобы люди, видимо, не кидались с ними Для того, чтобы полную бутылку никто не мог кинуть и разбить кому-нибудь голову Из-за того, что пол не забили или пенальти не реализовали И только теперь подходим непосредственно к самому стадиону Он реально и снаружи, и снутри выглядит как шатер Как будто ткань натянута, огромная гигантская ткань А здесь такие лестницы для подъема на верхние трибуны Блин, реально страшно, по-моему, здесь подниматься Но люди идут Перед матчем поливают поле, чтобы не так жарко было, видимо, играть Хотя сейчас практически ночь и вообще не жарко Но, видимо, так надо, надеюсь, никто не подскажет Делают все, чтобы футболистам было комфортно играть Но а зрителям и подавно наслаждение болеть на таком стадионе Тут даже кондиционеры под сиденьями Думаю, откуда такая прохлада? А оказывается, вот оно что И здесь же на этом стадионе впервые показала себя хорватская модель И по совместительству болельщица сборной своей страны Ивана Кноль Показала, конечно, с самых выгодных, но не с самых приличных сторон И это в мусульманской стране Безумие, скандал Казалось бы, если не камнями закидать, то как минимум депортировать должны были здесь за такое Но нет, несмотря на поднявшуюся критику, Ивана продолжила свой вид спорта Меняла наряды, появлялась на каждом матче Хорватии Делала заявления, проварцировала и хайповала по полной И ее свободно пускали на стадионы ни штрафа, ни депортации Никакого другого какого-либо наказания для нее не было С одной стороны, молодцы катарцы, что не поддались на провокацию А с другой, может быть, надо было ее все-таки по попе да наказать Чтоб другим не повадно было Не знаю Напишите в комментариях, как бы вы поступили с хорватской дамой И что это было? Позор или все-таки украшение чемпионата? А пока она вместо наказания получила мировую известность И набрала миллионы подписчиков в свой инстаграм Причем катар не был первой попыткой Иваны прославиться за счет чемпионата мира До этого она и в России 4 года назад исполняла подобные перформансы Но там девушка элементарно затерялась среди наших красавиц На хорватскую модель просто никто внимания не обратил Еще бы, это в Катаре одни мужики, а в России столько красавиц было Напишите в комментариях, кто вам все-таки больше по душе Хорватская краса или русские девушки? Но вернемся к футболу Сами матчи здесь показывать не буду Вы и так все видели в трансляциях по ТВ А вот атмосферу вокруг каждой игры очень хочется передать Тем более, что рядом со стадионом было не менее интересно, чем на самом поле Музыка, яркие болельщики Американцы вообще как на выборах президента со своими флажками и кричалками И бесконечные братания и фотографирования друг с другом Интересный момент, читал, что FIFA запретила английским болельщикам наряжаться крестоносцами в Катаре Говорили, что в арабском контексте подобная атрибутика может быть оскорбительна по отношению к мусульманам А здесь я постоянно встречал таких англичан-крестоносцев Но, конечно, не обязательно было так наряжаться, чтобы поддержать свою сборную В Дохе на каждом углу продаются футболки, комплекты форм команд-чемпионата Самый классный бакаларек Здесь можно купить свою форму национальной команды в катарском исполнении С этой челмой, или как она называется В общем, может, американец по-катарски выглядит Бразилиец по-катарски, мексиканец по-катарски, немец по-катарски Когда общался с болельщиками, спрашивал прогноз на победителя чемпионата И многие ведь реально угадали Кто будет победителем чемпионата? Аргентина? Аргентина! Аргентина, конечно! Аргентина, Месси! Причем я спрашивал задолго до того, как стало известно, кто сыграет в финале Но были, конечно, и неточные прогнозы Ведь каждый поддерживает свою команду Недерландия, Оландия, Недерландия будет победить! 100%! Меня зовут Нина Нина? Где ты из Нины? Я из Франции Кто будет победителем? Франции, конечно Кто лучший игрок? Бензима Но он не играет Может из-за этого Франция и проиграла И мы увидели триумф не Карима Бензима, а Лионеля Месси И людей в футболках с 10-м номером Аргентины здесь, конечно, больше всего А так, кого тут только не было В прошлых выпусках показывал, как иностранцы реагировали на российский флаг И самые позитивные эмоции были от сербов Но сейчас вы, может быть, удивитесь Иногда здесь, в Катаре, мне казалось, что даже больше, чем сербы Нас любят индийцы Они очень благодаря за помощь еще Советского Союза Вспоминают свою войну 1971 года, когда у них суета с Пакистаном началась Как СССР помог им танками и специалистами В общем, Индия оказывается тоже целиком за нас А это японцы Их было здесь мало, но периодически флаг с красным солнцем можно было видеть Думаю, все вы слышали о том, как они убирали мусор на стадионах после матчей и за собой, и за другими Ну, просто капитальнейшие красавчики Всему миру прекрасный пример показывают Вообще, тема флагов стран-участниц здесь как только не обыгрывалась Но, пожалуй, самое красивое зрелище – эти лодки с парусами-флагами в водах Персидского залива Реально очень классно смотрится Впереди, если кто не знает, это флаг Катара и потом Саудовская Аравия В лучах заката на фоне небоскребов все флаги в гости к нам Просто шикарный перформанс И я представляю, как здорово людям, которые видят свои флаги Если бы Россия играла, как приятно было бы видеть, конечно Тут флаги все чемпионаты, а это почти российские И, в принципе, вот этот куб можно было бы принять за российский куб, раскрашенный в цвет нашего флага Скорее всего, это все-таки Голландия, но белый, синий, красный, даже расположение все четкое За все эти видео из Катара я ни разу не рассказывал о символе чемпионата мира А между тем история интересная получается Талисман нельзя было нарисовать в виде животного Ислам запрещает изображение живых существ Поэтому нарисовали не зверушку, а такого персонажа с именем Лаип Есть разные версии, что это ковер-самолет, кто-то говорит, что это одежда Ну, типичная одежда арабская Наверное, все-таки она Но пока остается немножко загадкой Такое дружелюбное привидение Кэнтис Карлсона Вообще, в переводе с арабского Лаип Сверхквалифицированный игрок Супер-игрок получается А еще талисман похож на одежду местных Напоминает традиционный мужской головной убор куфи Это реально голод? Это голод, только цвет Только цвет, но это реально брусал Кто победит? Кто победит? Кто победит? Кто победит? Россия Извините, что Россия не верит Конечно, но кто победит? Кто победит? Может, Аргентин, может, Бразиль Да, еще один практически точный прогноз А ведь это я снимал, когда только групповой этап шел Еще неизвестно, кто станет мировым чемпионом Но я уже подержу этот кубок в руках Я первый поцелую Награду, которая достанется Франции, Аргентине, Германии А может быть, Испании Или Рональдо увезет домой себе такой приз Да, теперь-то мы знаем, что не Рональдо и не французам достался трофей Но вернемся к тому месту, где шла борьба за этот кубок На стадион Очень приятно, что здесь всегда одни из лучших мест Отводятся людям с ограниченными возможностями Это очень здорово Лучший вид, пожалуй, только из вип-лож Интересно было смотреть, кто там сидит Например, Дэвид Бэкхэм Отметил для себя, как тяжело жить популярному человеку Бэкхэма практически все время кто-нибудь просил о фото То есть ему даже в вип-ложи покоя не дают В перерыве вообще очередь из родителей с детьми к нему образовалась Причем он с улыбкой со всеми фоткался, раздавал автографы Со стороны ужас, постоянное внимание к нему Как он, интересно, в магазин за хлебом молоком ходит, бедолага Тоже, наверное, по полчаса у кассы стоит, со всеми фоткается, что ли Болельщики приходили под его ложа, тянули руки и подарки Мексиканец сомбреро полтайма так простоял Какие-то дикие японки визжали, тянули руки и некий магический золотой шар В итоге Бэкхэм шляпу мексиканца все-таки взял А японок увели с трибуны со своим волшебным шаром И ладно, хоть более-менее адекватные фанатки попались, не особо сопротивляясь, ушли А тут всякие случаи бывали, как, например, выбежавшие на поле Во время матча блогер Виталий Здоровецкий Такие персонажи одновременно доставляют хлопоты организаторам А с другой стороны дают повод лишний раз упомянуть чемпионат в новостях Так же, как из-за активных, шумных, но не всегда адекватных болельщиков Репортерам, например, работать и легко, и тяжело одновременно С одной стороны, такие люди мешают, а с другой стороны, делают ту самую неповторимую атмосферу За счет чего чемпионат запоминается надолго А тут я сам выступил, как интервьюируемый Дело в том, что местные очень сильно переживают из-за критики их страны и чемпионата А на самом деле, Катар, конечно, очень сильно постарался и праздник однозначно удался То, что в России 4 года назад было, наверное, все же повеселее, не значит, что в Катаре неудачный чемпионат был Нет, здесь тоже было все очень и очень здорово Катар – это очень хороший чемпионат, и мы очень рады! А по самому футболу, по играм, особенно благодаря, опять же, финальному матчу Катар точно войдет в историю как один из самых ярких чемпионатов Кроме спортсменов и болельщиков, чемпионат запомнился и этим котиком, ставшим главным мемом чемпионата Катэ запрыгнул на стол, когда шла пресс-конференция бразильской сборной И пресс-аташе взял за шкирку и скинул его на пол За это Бразилия подверглась вселенскому хейту, штрафу в 200 тысяч долларов И, говорят, именно инцидент с Катэ, как карма, повлиял на вылет Бразилии с чемпионата Так ли это – неизвестно Скажу лишь, что смотрел, как Бразилия играла, и игра южноамериканцев вполне тянула на чемпионскую Но кот полетел со стола на пол, а Бразилия досрочно улетела с чемпионата домой Благо успел сходить хотя бы на одну их игру Билет подарил друг и сам, за что ему еще раз респект и уважуха Но если кому-то не удавалось так и достать билет на матч, то в дни чемпионата даже просто прогуляться по городу было очень приятно и интересно На улицах также везде шла какая-то праздничная движуха Это набережная Корниш, она довольно длинная, идет по всей территории Дохи, наверное И здесь все гуляют, очередная Никольская Самая лучшая погода после трех часов, когда солнце уже садится, люди выходят И мне кажется, что ночью народу больше, чем днем, например, потому что днем находиться здесь просто невозможно было бы Особенно где асфальт, ну, жарево такое Сейчас идеальная просто погода И в любом случае главным развлечением оставался футбол Все, кто без билетов, не менее комфортно наблюдали за матчами на фан-зонах Причем фан-зоны здесь не стоячие, а лежачие Прямо тут же на коврах и пуфиках, в традициях Востока, болельщики располагаются кто-то с чайком, а местами и с кальянчиком Тем более, что поводов для гордости и радости от переживаний за свои сборные у арабского мира было немало на этом чемпионате Начиная с Саудовской Аравии, обигравшей будущего чемпиона Аргентину Кончая сборной Марокко, дошедшая аж до полуфинала, впервые в истории африканских сборных А передвигаться между всеми этими стадионами, фан-зонами, гостиницами было очень легко и удобно на метро Его построили специально к чемпионату Поезда идут прямо от аэропорта, так что все очень удобно Класс! Очень радостно всегда было видеть такую яркую картинку Болельщики разных стран с песнями, кричалками, прямо как в Москве 4 года назад А здесь я думал, что за серб такой загорелый едет? Оказалось, индиец! Единственное, что после матчей, когда одновременно десятки тысяч человек выходят со стадиона Приходилось по часу стоять в толпе очереди до ближайшей станции Но это ничего, опять же из-за общей праздничной атмосферы И в том числе из-за этих волонтеров со световыми мячами-указателями Которые не только помогали не сбиться с пути, но и вообще были настроены очень и очень позитивно Дарт Вейдер и Люк Скайуокер! Фали! Давным-давно в далекой-далекой галактике бушевали звездные войны Поговорил с одним из таких живых указателей Он оказался индийцем, сказал, что получает полторы тысячи реалов в месяц Плюс все включено, перелет, еда, проживание И он был очень доволен такой возможностью даже не столько получить хорошие для него деньги и условия Но и побывать в другой стране, да еще и на чемпионате мира В основном волонтеры приехали из Африки и Азии, но есть и европейцы Не знаю, где организаторы разместили Нину и других таких хорошеньких волонтеров А мы жили в фанатской деревне, где одни мужики В первом выпуске с чемпионата показывал, в каких номерах-контейнерах мы жили Сейчас же расскажу, как и чем кормили фанатов А это завтрак, который стоит 85 арабских рублей Сейчас забываю, как у них называются деньги В общем, здесь есть рис, все для вегетарианцев, конечно Картошечка, грибочки, сосиски Ну, такое, более-менее Самое главное, что здесь офигенная яичница Очень круто выглядит Это идеальный завтрак, мне кажется, вот такой Набрал в итоге еды Не все всегда понятно, что именно берешь Но я уверен, что все будет очень вкусно Да, понравилась эта столовая Но тут, конечно, и более интересные места с традиционной кухней есть О них в следующем выпуске Который будет посвящен больше национальному колориту Особенностям Дохи как туристического направления И это будет заключительное видео из Катара А потом Голландия, Амстердам Столько всего еще интересного впереди Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить Все только начинается